Телеведущая Татьяна Лазарева тронула многих своим эмоциональным высказыванием о смерти ведущего КВН Александра Маслякова, выразив горечь утраты и сожаление о том, что не успела с ним попрощаться. Бывшая участница КВН Татьяна Лазарева пожаловалась на тяжелое состояние из-за смерти Александра Маслякова. Артистка призналась, что очень переживает из-за смерти ведущего КВН и особенно за то, что не смогла приехать на прощание с Масляковым, потому что на родине она объявлена в розыск, ей грозит 7 лет лишения свободы. В настоящее время Татьяна Лазарева живет одна в Испании, в городе Марбелия, в двухэтажном доме. На мой взгляд переживать мне сейчас совершенно не о чем. Я живу в Испании, здесь абсолютно чувствую себя в безопасности. Артистка развелась с мужем из-за его измены, после которой он ее оставил. Супруги прожили в браке 25 лет. После смерти Маслякова артистка призналась, что сейчас и вовсе ощущает себя потерянной из-за этой утраты. Масляков всегда был значимой фигурой в ее жизни, вдохновлял и поддерживал ее на протяжении всей профессиональной деятельности. Сижу вот второй день, думаю, все пишут про Маслякова, про смерть его, про то, кем он был. Мне что-то как-то так не хочется писать, но вот вам наговорю немножко, что он был для меня очень, ну, большой фигурой. Такая моя путевка в жизни. Вообще он был таким непростым человеком. Ну, в смысле, его так просто не описать. И сложные у нас были отношения с ним, и у всех с ним были сложные отношения, потому что он непростой был человек, вот так. Вот. И, конечно, то, что... Я просто наткнулась на какой-то комментарий, кто-то там написал, что, типа, сдох этот, сдохнет и тот. Ну, блин, ребят, ну мы как-то что-то вообще теперь не помирать, что ли, никому. Все плохие. Не знаю, мне кажется, он очень яркую роль сыграл и для России в свое время, ну и уж для меня той. По словам Лазаревой, она еще при жизни говорила Маслякову, что будет безутешно, когда ему придется покинуть этот мир. Долгие годы совместной работы в КВН оставили неизгладимый след в ее жизни и помогли в развитии карьеры. Артистка выразила благодарность за те годы, которые провела рядом с покойной звездой на телевидении, и призналась, что эта утрата оставит глубокий след в ее душе. Действительно, пока еще был жив, я ему сказала в свое время, что, знаете, что, Александр Васильевич, вы когда умрете, я буду безутешна. И я действительно очень грущу, грущу от того, что даже проститься не могу прийти, грущу от того, что мы все, мы были такой прекрасной компашкой все в свое время. И вот, то, что я буду безутешна, да, я безутешна, и сейчас никто меня не утешит в этом. Но, к сожалению, столько всего произошло, и слезы пончились уже. Очень жаль, что, что действительно нет возможности как-то прийти, проститься с ним и увидеть там всех. В недавнем интервью Татьяна Лазарева рассказала о разочаровании в современном клубе веселых и находчивых, признавшись, что давно перестала смотреть КВН. Многие обвиняют Маслякова в том, что эта империя КВН, которую он создал, это была большой частью пропаганды на телевидении. О, ну сейчас мы можем говорить о том, что все, что было, являлось частью пропаганды. В общем-то, так работает это все. Все, что есть, это часть того, какую историю ведет государство. В этом смысле я застала, наверное, счастливые времена, когда даже был прямой эфир один раз. То есть, когда не было такого количества цензуры, как сейчас, когда не было такого количества запретных тем. И для меня, конечно, это счастливое абсолютно время было. Это вот конец 80-х, начало 90-х, когда играла команда университетская. И я скорее буду на стороне тех, кто будет ему, ну, окей, сторона не сторона, я просто действительно ему очень благодарна за то, что я, за его счет, за счет этой передачи, что я получила. Да, я получила, в общем, такую, как говорилось, в те времена путевку в жизнь благодаря ему. Очень многому научилась. И насчет цензуры он, конечно, понимаете, он, конечно, брал на себя очень много ответственности. И он во многом решал, какая шутка будет, какой нельзя. И чем дальше, тем ему становилось, ну, окей, сейчас не говорим, что ему было трудно, да, но это были, в общем, времена стали затягиваться покрепче. И, конечно, он принимал много решений. Это как, знаете, ну, то есть личность его была в этом смысле широкая, да, и масштабная. То есть это как бы он брал на себя самолет, взваливал, как летчик, да, и отвечал за все, за всех за нас, за всех тех, кто говорил эти шутки, да, он при этом стоял сбоку. Но я, поскольку не была автором, была только исполнителем в КВН, то, в общем, я примерно помню, что он мог сказать, что нет, ребята, вот это типа мы не будем, а вот это давайте попробуем. И как бы стоял немного в стороне и был таким резонером, типа это, ну, ребята, это не я, это вот шутят. В этом смысле он, конечно, я его запомнила именно таким, когда он все-таки пытался быть на острие, и, ну, не то, что там пытался идти как-то против, но уж точно, это были острые такие, острые шутки могли быть, да. По словам Лазаревой, те времена, когда она играла в КВН, для нее окрашены самыми яркими красками. Однако в последнее время программа сильно изменилась, сейчас участники КВН шутят в полноги, а в шутках нельзя осторожничать, юмор должен быть дерзким и смелым, заявила Татьяна. Я просто перестала его смотреть, КВН, просто потому что у самой начались какие-то большие телевизионные проекты, и как-то уже не за кем стала следить, я как-то, когда выпадаешь из этого, не знаешь, кто эти люди, какая команда, то есть я смотрела отрывочно, ни за кого особенно не болело. Ну, а потом, как бы, когда, да, когда ты еще попадаешь, так иногда смотришь, что действительно там, это смешно, там, этот смешной, да, там, харизматичные очень еще люди, да, то есть это тоже важно. Когда потом ты еще и так редко попадаешь, но вдруг попадаешь на какую-то пошлятину, и тогда совсем перестаешь смотреть, конечно. Ну и к концу, да, я уже, я честно говоря, что там сейчас происходило, ничего не знаю, вот только видела, к сожалению, к моему, что там в жюри уже сидел певец-шаман, и это меня, конечно, уже расстроило, но я так понимаю, что Александр Васильевич уже, мы не общались с ним довольно давно, но последний раз мы общались с ним во время ковида, как раз 20, какой-то там, 20-й, наверное, 19-й год, я там, как бы, попробовала сделать такой один проект, когда все КВН-щики бывшие, мы пели там, кто где, да, вот тогда было очень модно петь всем сидя дома одну и ту же песню, вот я придумала такой вот общий формат, и даже его уговорила там поучаствовать, это было наше только последнее общение, вот. Вот, да, так что, к счастью, Бог меня миловал застать уже вот конкретно то, что нужно, как бы смотреть то, что уже совершенно чудовищно и выхолощено.